Это первая часть из четырех одной большой лекции под названием «Мировой компьютер в вашем доме». В первой части под названием «Идея мирового компьютера» я хочу проанализировать и поделиться собственными размышлениями, которые в целом исторически собрались вокруг хэштега «Мировой компьютер». Для начала давайте попробуем собрать обобщенное представление, что такое мировой компьютер, не даваясь в терминологию или какую-то специфику его устройства. Если взять сейчас в руки свой мобильный телефон, посмотреть на иконки, то мы можем с вами заметить, что практически каждое приложение в телефоне обладает двумя большими сегментами или участками своей работы. Первый – это локальная часть, то есть, например, ваше приложение «Калькулятор» или «Записки» – это полностью локальное приложение, которое не требует практически никакого внешнего коммуникации. Хотя уже приложение, например, в айфоне с записками, наверное, все-таки представляет чуточку больше. Но будем говорить об аскетичных из open-source сторов приложений для андроид-телефона, так скажем. Вторая часть требует облачной инфраструктуры. И вот как только появляется вопрос облачной инфраструктуры, тут начинается множество довольно сложных историй. Кому принадлежит эта облачная инфраструктура? Какими возможностями разработчики обладают для того, чтобы для приложения добавить какие-то возможности? И вообще, как пользователь владеет этим приложением? Какие у него есть возможности и обязательства, когда мы говорим о приложении, которое существует не только на вашем телефоне, но и еще в какой-то инфраструктуре за пределами вашего кармана или вашей ладони? И мировой компьютер – это как раз-таки один из примеров того, как сообщество разработчиков реагирует на очевидные вопросы. Очевидные вопросы создания более качественных приложений для вашего мобильного телефона или для вашего ноутбука, домашнего сервера и любого другого умного устройства, которое должно обращаться в сеть и оттуда добывать какие-либо знания. Мировой компьютер – это, соответственно, такое же облако, это такая же инфраструктура, которая существует в интернете, с которой могут взаимодействовать разработчики и публиковать там свои приложения, а вы как пользователь можете их установить, скачать и запустить на своем персональном компьютере. Вот только с одной интересной и важной особенностью. Инфраструктурой или этим облаком мирового компьютера никто фактически не владеет. Нет ни одной конкретной компании, ни одной конкретной юрисдикции, ни одного конкретного человека на планете Земля, кто может определить и сказать, можно ли вам публиковать свое приложение там или нет. Имеете ли вы право доступа к этой инфраструктуре мирового компьютера для того, чтобы получить оказываемый сервис. Соответственно, мировый компьютер – это облако, в котором любой разработчик может разместить свое приложение, а любой пользователь, имеющий доступ исключительно только к интернет-сети и не к каким-то конкретным IP-адресам за фаерволом, может воспользоваться приложением, оплатив вычисления, соответственно, из своего кармана. Вот такая вот история в обобщенном формате. Здесь нет слова «блокчейн», здесь нет слова «про умные контракты», но эти вещи там есть под капотом. Но давайте все равно зафиксируем. Мировой компьютер – это облачная инфраструктура, которая суверенно никому не принадлежит и позволяет каждому разработчику не подвергаться цензурированию со стороны владельцев площадки, предлагающей скачать приложение, и не ставит пользоваться в ситуацию, когда он не понимает, каким образом его приложение работает на телефоне. По мне так. Это важные и крутые особенности, которые заслуживают уважение, внимания со стороны тех, кто хотят создавать более футуристичные, более клевые приложения. Чем, собственно, мы с командой занимаемся на протяжении 8 лет, выбрав, наверное, самую зубодробительную область, а именно делать на мировом компьютере сервисы для робототехники, которые вроде как уже стоят за вашей дверью и потихонечку поскрабываются, говоря, что я хочу попасть к тебе домой. А теперь давайте перейдем на рельсы таймлайна, на некоторой временной линии и посмотрим сквозь мой личный опыт на то, как понятие «мировой компьютер» формировалось. Для начала давайте отправимся в 2012 год. Этот год примечателен тем, что уже существует биткоин как интернет-сервис, глобально доступный, никому не принадлежащий конкретному. И если у вас есть доступ в интернет, то вы могли из любой точки мира им воспользоваться для того, чтобы перевести немного электронных наличных денег. К 2012 году помимо биткоина появляются его так называемые форки. Один из самых известных – это лайткоин. Лайткоин примечателен в моем личном рейтинге тем, что разработчик лайткоина сделал самую важную работу для всего сообщества. Он собрал с разных участков программного кода биткоина наиболее важные конфигурируемые переменные или константы уже после запуска протокола, где можно было указать время генерации блока, награду за сгенерированный блок. И фактически лайткоин, немногие это знают, но статистически является более чаще форкнутым протоколом, чем биткоин. То есть, когда мы говорим слово «форк биткоина», я с уверенностью могу сказать, что в большинстве случаев это будет форк фактически лайткоина. Что из себя лайткоин в тот момент представил? Он представил себе копию интернет-сервиса электронных наличных денег, только можно добавить было приставку «быстрые». Быстрые электронные наличные деньги. Но более примечательным является появление такого проекта, как «Неймкоин». «Неймкоин» тоже из себя представляет форк биткоина, причем, если мне память не подводит, то сначала все-таки был напрямую из биткоина сделан форк «Неймкоина», а уже потом появился лайткоин. Разница в несколько месяцев в 2011 году. Но «Неймкоин» это же немножечко уже другое оказалось. И он проложил путь для многих разработчиков ментальный того, куда может развиваться идеи, стоящие в основе биткоин, интернет-сервиса, как исключительно финтех-приложения. «Неймкоин» предлагал вам уже не как функцию монеты внутри, которая генерируется, а то, что «Неймкоин» как база данных мог себе хранить identity и более конкретный интернет-сервис разместить ваше доменное имя. Это первый пример, когда из интернет-сервиса биткоина появился интернет-сервис, имеющий другую природу. Не просто, как в случае с лайткоином, быстрые переводы, а уже возможность за внутреннюю валюту, за внутренний токен оплатить сохранение некоторой информации, с которой в дальнейшем могли быть обеспечены какие-то дополнительные обвязки. И получилось, например, имя в доменной зоне .bit. Разработчики по всему миру пробуют экспериментировать с биткоином и в основном делают его форки, изменяя время генерации блока, делая более быстрыми, более дешевыми эти электронные наличные деньги. Но параллельно этому появляются первые сервисы, которые видят возможности не только финансового применения, но и применения кросс-индустриального в других областях, как «Неймкоин». «Неймкоин» дает первый интернет-сервис, также глобально доступный и никому не принадлежащий, с помощью которого можно было запустить свой интернет-сайт в ни какой-то конкретной юрисдикции, ни под покровительством какой-то конкретной организации, но внутри некоторой распределенно глобально доступной сети. И этот момент для нас с вами очень важен для того, чтобы дальше перейти к первым предтечам идей мирового компьютера. А первые фактические идеи мирового компьютера приходят в 2014 году. Спустя два года, после появления первой череды форков биткоина и появления первых осмысленных сервисов, которые были посвящены не исключительно только тематике электронных наличных денег, мы можем натолкнуться на идеи, которые предшествовали запуску эфириума. В 2014 году на нескольких митапах в мире, в Майами и, по-моему, в Европе, произносятся довольно здравые идеи Виталика Мбутерина на тему того, что мы же с вами можем разработать не просто набор интернет-сервисов, которые из себя представляют по факту швейцарский нож. Мы можем с вами разработать некоторую виртуальную машину. Те, кто имеют образование в области компьютер-сайенс, наверное, помнят, что такое бесконечная лента в Тьюринг-машине. И немножечко, если вернуться к теории вычислительных машин, то, наверное, вспоминают о том, откуда теоретически брались идеи для создания нашего персонального компьютера, и вообще, в принципе, имеющейся на сегодняшний день серверной инфраструктуры. И вот так интересно получается, что спустя уже 50 лет после того, как была разработана и архитектура фон Неймена, и Тьюринг-полная машина в теории была уже описана, и мы видели рассвет появления интернет-технологий, только к 2014 году, и только после появления опытов и экспериментов с биткоином, появляется на нашей планете первая идея о том, как создать полностью виртуальную вычислительную машину, основанную на той же самой теории, опробированной во всей индустрии компьютерных наук за последние 50 лет. Механика та же самая, как и при создании любого персонального компьютера или сервера, находящегося в стойке дата-центры, но базирующегося больше на достижениях интернет-технологий и достижениях из мира, который в будущем будет назван мир Web3. Эфириум сам по себе – это не швейцарский нож, это не набор конкретных интернет-сервисов. Это в прямом смысле облако, это вычислительная машина, и о том, что в самом сердце ее находится, я расскажу уже в следующей лекции. Здесь же нам самое важное будет сакцентировать внимание исключительно на том, с чего идея Эфириума началась. Она началась с того, что за два года были придуманы десятки различных интернет-сервисов, которые были интересны, потому что они глобально доступны, потому что они доступны без цензуры разработчикам для размещения, и что пользователи смогут ими воспользоваться, если у них будет исключительно внутренняя валюта. Но что в этих всех концепциях не нравилось? Почти каждый маломальски интересный сервис требовал собственной огромной распределенной инфраструктуры. И в отличие от привычных интернет-сервисов, нельзя просто так запустить свою глобально доступную инфраструктуру, если ты совсем маленький человек и маленькая команда. Потому что такая сеть будет уязвима, и сервис сам по себе станет небезопасным, а наоборот опасным. Чтобы побороть проблемы, которые являются побочным эффектом или негативной экстерналией создания собственного глобально доступного суверенного интернет-сервиса, появился концепт Эфириума. Эфириума как полноценного облака, способного обработать любое формализованное вычисление. То есть вы можете написать свой программный код, полноценную, в принципе, программу и запустить ее в одном и том же блокчейне рядом с сотней других приложений. Такая возможность, звучавшая с маленьких сцен 2014 года, ну, естественно, захватила умы многих, и она казалась абсолютно логичной для человека, который имел какое-то базовое образование в области компьютер-сайенс. То есть если вы могли к 2014 году понять, что такое Тьюринг-полнота, если вы могли представить себе теорию создания персонального компьютера, историческую, то вы точно не прошли бы мимо Эфириума и Лайтпеппера и сказали бы, что это именно то, что нужно всему сообществу разработчиков. Я считаю 2014 год, и Эфириум – это первые, даже не названные этими словами, но все-таки первые примеры идей мирового компьютера. Они начинаются тогда и исходят из того, что нам нужен не швейцарский нож, а нам нужна инфраструктура или облако для всех одно, которое будет решать задачи защиты на глобальном уровне от атак, но при этом разработчики малой ценой смогут разместить там свое приложение для пользователей. Не занимаясь, я имею в виду вопроса того, как обеспечить безопасность этой сети, как создать всю сеть провайдеров для этого компьютера или вашего конкретного интернет-сервиса. 2015 год. Происходит фактически запуск Эфириума. И с этого момента, я считаю, даже с 2015 года по 2020 год уже в принципе я не встречал серьезных контраргументов против идеи того, что нам нужно создавать именно не конкретные интернет-сервисы, а что нужно пользоваться и развивать идею виртуального компьютера, виртуального сервера, облака или же мирового компьютера, как мне больше всего нравится его называть. Появляются различные вариации. Наверное, кто-то помнит нашумевший тогда EOS, предлагавший немного другую парадигму потребления, что при всей отвратительности для меня лично этого проекта с а-ля 21 валидатора нам всегда хватит, если что на этой теме Дэн Ваример миллиарды собрал. 21 валидатор. Прям была такая статья, да? Нам этого хватит. Но у него была идея, например, что владея токенами вы получаете часть пропускной способности. И для меня это по сей день в архитектуре и рубономике интересная идея, которую я применяю. В то же время появляются другие идеи того, как может модернизироваться эфировская сеть. Появляются проекты Definity, появляются проекты... Ладно, произнесу это вслух Солана и другие сети. И одновременно появляется еще в это же время Polkadot от Гевина Вуда, кто помогал Виталику делать эфириум. И, в общем-то, из всего множества технологических проектов, то же самое давайте вспомним еще Тезос. Была интересная в нем особенность. Еще и Тернити был, лямбда-вычисления и формально верифицированные контракты. Это очень интересно. И, в общем-то, с 2015 по 2020 год мы с вами видим уже не гонку по созданию собственных вариантов отдельных интернет-сервисов, а уже на уровне коммуникационных протоколов мы видим появление, ну, что-то типа убийц эфира. Много под таким лозунгом проектов стартовало за этот период. То есть проекты, которые взяли идею уже единого облака для множества интернет-сервисов и что-то в нем изменили. Как приводил пример, EOS предлагал альтернативную схему утилизации, когда только владение, подтвержденное токенами, позволяло нам воспользоваться пропускной способностью. Появлялись проекты, в которых сам язык программирования, на котором можно было писать программный код, он был поинтереснее. То есть, например, мы когда участвовали в хакатоне от BMW и побеждали там с реализацией на эфириуме, самое первое, что нам говорил автоконцерн, вы не пройдете никуда дальше, если у вас не будут формально верифицированные контракты, чего было невозможно в тот момент добиться на эфириуме. В этот момент, когда ты читаешь про идеи Айтернити и других сетей, тебе кажется, вот, надо тоже с ними попробовать поработать. Об этом понимали разработчики сервисов, об этом понимали, как я тоже упомянул, Definity, который World Computer тоже запустил совсем недавно, можно сказать, что у него активность пошла. И в то же время появляется идея Паука Дота. Паука Дот появляется как бумага гетерогенного мультичейного фреймворка. Эфириум где-то к середине промежутка между 2015 и 2020 годом тоже получает дорожную карту в сторону масштабирования и развития. И в целом мы можем вам сказать, что к 20-му или даже давайте 2024 году мы можем с вами сказать, что примерно все концепции сводятся к тому, что у нас не одна база данных, не один блокчейн, а множество. У нас есть несколько разных методик работы с происходящими транзакциями, то есть появляются двухслойные консенсус-алгоритмы, появляются какие-то оптимистик-мажорити, подходы к прохождению консенсуса. Появляется очень множество вариаций технической реализации, но всего того же самого, а именно мирового компьютера. Поэтому давайте сейчас быстрый срез по обсужденной временной линии пройдемся. С 2009 по 2012 год мы видим только становление первого глобально доступного интернет-сервиса для пользователей электронных наличных денег – биткоин. К началу 2012 года происходит первая война форков. Появляются первые форки биткоина, чтобы оказать аналогичный сервис, ведь придумывать же своей головой сложно, а ездить по совлазкам, поменяв пару, так ведь так легко. Появляются также многомиллиардные проекты, которые сделали свой форк. В это же время появляются первые, кто чуть-чуть больше все-таки подумали своими мозгами и предложили что-то интересное. Это проекты как Namecoin. Всего лишь два года этой войны первых интернет-сервисов, и к 2014 году мы с вами видим первый концепт мирового компьютера, который, чтобы было придумать, необходимо обладать знанием в области компьютер-сайенс, теоретически, по-настоящему, а не на зачет, да, и быть погруженным на уровне хотя бы журналиста в тематику биткоины и развития в тот момент сервисов, чтобы прийти к понятию, что нам нужны не швейцарские ножи разного вида, тут с набором из пяти сервисов, там семи и так далее, и обсуждать как лучше, больше или меньше, а что мы можем создать абстрактный вычислительный центр, в некоторую виртуальную машину, которая будет справляться с абсолютно любым форматом задач, формально описываемых, и, в общем, предложить это как облако или тот же самый аппстор для разработчиков на всей планете. С 2015 по 2020 год, видя, что концепция вышла из теории в практику, а это все-таки очень важно, увидеть инженерную реализацию идеи, появляются идеи модификации эфириума, где-то вот примерно на уровне войны форков биткоина и лайткоина, то же самое происходит вокруг эфириума, появляется множество разных идей с разной степенью качества, где-то одновременно интересные идеи сопровождаются ужасным просто дополнительным обвесом, который понятно, что сделали, потому что, а, здесь у нас нет прогресса, ну и давайте отрежем это и сделаем 21 валидатор, да, DNOI, ремер. И мы с вами где-то к 2024 году добираемся до World Computer. Сегодня этот термин уже становится устоявшимся, и поэтому мы с вами сегодня и записываем эту лекцию. Итого, от простого калькулятора в вашем телефоне до всемирно доступного и, наверное, являющегося уже общественным институтом, я бы не меньше бы это назвал бы, по тому, как он работает, идеей того, что мировой компьютер — это место для денег будущего, потому что деньги будущего — это деньги программируемые, это место для хранения записей, идентификации и любых документов нам важных, потому что мы не хотим, чтобы их хранил кто-то конкретный, а в эфириуме прекрасно сохраняется любая информация, которую я даже в 2015 году туда опубликовал. Кстати, маленький ремерк. Самое первое, о чем просили разработчики эфириума в 2015 году, в августе, это было прямо на форумах капслоком написано. Помните, что все, что вы напишете в блокчейн эфириума, останется там навсегда и будет примерно прослеживаться, кто это написал, потому что пользователей-то эфириума было немного. Всякие истории довольно пикантного характера, они все-таки уже тогда для людей вызывали вопрос существования как свойства мирового компьютера. Представьте себе, как удивительно было прочитать в 2015 году предупреждение от разработчиков, не пишите матные слова и нацистскую свастику не рисуйте, потому что это останется так. Ваша шутка навсегда, и не надо, в общем, портить прекрасное дело в самом начале своей глупости, как камень, на котором высекается информация. В общем, вот с такими свойствами камня, но легко обновляемого до новых состояний, хотя про легко обновляемый, наверное, тоже вопрос, но все же, обновляемый камень в интернет-проссоре мы с вами получили уже к сегодняшнему дню. Это и есть первичная идея мирового компьютера в разрезе хронологии времени. И уже, наверное, в следующей лекции мы с вами поговорим как раз-таки, что из себя по факту представляет. А представляет из себя, вот если всю отбросить вокруг, любой мировой компьютер, это вот эта стрелочка под названием state transition, когда мы на вход получаем некоторый набор данных, на выходе имеем outcomes из выхода. Как бы не казалось бы странным, но в следующей лекции я постараюсь объяснить, почему любой мировой компьютер является исключительно state transition функцией и чем более, и почему это все равно очень важно, и нужно это оберегать.